Привет! Ты смотришь студенческие новости Казанского Федерального Университета, Универньюз и в этот жаркий летний день. Все самые классные и интересные новости тебе сегодня расскажу я, Луиза Сагдеева и мои коллеги. Если ты уже готов к просмотру, то поехали! Спортивное лето. Как его проведет сборная по волейболу КФУ? КФУ поступают призеры Международной Олимпиады по химии. Творческая мощь набережная Челнинского института КФУ. Лучшая возможность найти себя. Лето не повод останавливать спортивную жизнь университета. И более того, это повод привлекать в студенческий спорт новые лица. Какая сборная Казанского университета руководствуется этим принципом? Узнаем далее. Мужская сборная Казанского федерального университета по волейболу отправляется на сборы в Яльчик, где их ждет усиленная подготовка. Занятия по три раза в день. Разминка, силовая тренировка, игровая тренировка, а также плавные. В сборной я не дам, но мне очень нравится. Стараюсь как бы держаться, ближе быть к основному составу. Вот сейчас едем на сборы, будем тренироваться и стараться все больше идти к новым высотам. Сборная КФУ ведет довольно успешную борьбу на республиканских и всероссийских соревнованиях. Ребята неоднократно занимали призовые места и в будущем планируют только улучшать свои позиции. Я думаю, что в следующем году мы обязательно сможем победить. Мы все сможем, потому что сборная КФУ. Среди новых участников сборной немало и абитуриентов Казанского федерального университета, на которых возлагают большие надежды. Я изначально играл в сборной набережи Челнов, в Динамо, и потом по рекомендациям сюда меня определили. Участвовал в трех соревнованиях по волейболу в республике Татарстан играл, но занимал один раз, занял второе место и два раза третье. Кого-то в КФУ привел спорт, кому-то Казанский федеральный университет сам открыл двери в сборную. Я решил поступать в КФУ сначала, а потом уже тренер пригласил меня играть на сборы. Несмотря на юный возраст, к выбору специальности ребята подходят, взвесив все аргументы. Так, спортивные успехи не могут помешать выбрать экономическое направление. Просто это один из самых элитных, можно сказать, и хороших институтов. Как вот я смотрел на сайтах, и мне просто говорили знакомые. И родители тоже хотели, чтобы у меня судьба с этим была связана. Экономика, финансы и дальше в этой области. На вопрос, не мешает ли спорт получать образование, ребята сошлись в едином мнении. Лучший отдых – это перемен занятий. Лилия Равилова, Руслан Уразаев, Универньюс. В Казанском федеральном университете полным ходом идет приемная кампания. Абитуриенты из самых разных уголков мира, желая стать студентами КФУ, сдают свои документы именно в наш ВУЗ. Все больше и больше молодых талантов привлекает наш университет. Немного о них и о причинах их выбора в нашем следующем сюжете. Несмотря на то, что работа приемной комиссии в самом разгаре, уже есть абитуриенты, определившиеся со своей будущей альма-матер. Среди них Михаил Игофаров и Руслан Лукин – без пяти минут студенты химического института имени Бутлерова. Уверенности им придают победы во Всероссийской олимпиаде по химии, которые дают льготы при поступлении в ВУЗ. Причины, по которым ребята увлеклись химией, довольно схожи. Мне эта наука очень понравилась. Во-первых, тем, что она имеет некую дедуктивную составляющую. В то же время эта наука точная. Это была не та наука, которой нужно все зазубривать. И в то же время нужно было обладать фактическим материалом, очень интересным. Ни в коем случае нельзя умолять заслуг юных химиков. Они прошли сложный чернистый путь, прежде чем оказаться у стен химического института КФУ. Здесь очень часто проводили занятия. Где-то один-два раза в неделю, а в преддверии олимпиад каждый день, круглыми сутками мы здесь сидели. Но не круглыми, по девять часов. И мы проводили эксперименты, работали с преподавателями, решали задачки. Неудивительно, что ребята выбрали КФУ. Дело в том, что они могли убедиться в профессионализме преподавателей и своими руками провести пару опытов в новейшей лаборатории. Тем более, что им даже есть с чем сравнивать. Я был и в Петербургском университете, и в Москве. Но здесь дом, и здесь, я как посмотрел, качество обучения будет великолепно. Да и вообще все знают, что КФУ – это один из лучших университетов в России. Я видел и институты, я видел сами лаборатории, оборудование, которые закуплены по последней моде. Я видел прежития, в которых селяют студенты в дереве университета и инструктуру. И, конечно же, все это мне очень понравилось. Нам остается только искренне порадоваться за ребят и пожелать им успехов в покорении выбранной им стези. Сергей Гуров, Ленардо Влитяров, Невер Ньюс. Хочешь узнать об этом мире все и даже больше? Не устаешь удивляться гениальницей человеческой мысли и ее воплощению? Ралина Киряева расскажет, что интересного происходит в вузах всего мира. Начну, пожалуй, с новостей науки в мире. Инженеры университета Сиднея протестировали робота-фермера, который способен проводить самостоятельный мониторинг, определять массу болезней, паразитов и сохранять урожай с самых разных растений, выращиваемых фермерами. Робот получил название «божья коровка». Он не уничтожает насекомых-вредителей, но может самостоятельно передвигаться по полям, проводить распознавание, картографирование, классификацию и определение проблем различных видов сельскохозяйственных культур. А в России ученые Томского государственного университета получили антиоксидантный порошок из чаги древесного гриба, развивающегося в форме наростов на стволе березы. Технология обработки древесного гриба при низких температурах, разработанная на кафедре органической химии ТГУ, позволяет сохранять полезные вещества в концентрированном виде. Кроме того, исследователи доказали, что чага Томского региона наиболее богата биологически активными компонентами. И в заключении в Татарстане. Студентка Казанского федерального университета Алия Зайнулина стала одним из победителей международного мультилингвального конкурса СССР. Девушка была выбрана из полутора тысяч талантливых участников конкурса СССР «Языков много? Мир один». Как победитель Алия была приглашена в качестве участника на пятидневный всемирный форум молодежи в Нью-Йорк. Кульминацией конкурса стало заседание всех участников конкурса в штабе ООН, где каждый продемонстрировал презентацию, основанную на принципах взаимодействия с академическими кругами ООН. А на этом у меня все. В полную силу работает приемная компания и в набережной Челнинском институте КФУ. Сделать верный выбор и не ошибиться в своей будущей профессии. Вот какая ответственная миссия сейчас на плечах у вчерашних школьников. Однако, кроме учебы в будущем, их ждет и веселая студенческая жизнь. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело в Набережных Челнах. У настоящих студентов есть еще и так называемая вне студенческая жизнь. Их время после лекции не менее насыщено. Студентам Набережной Челнинского института КФУ действительно есть из чего выбрать. Альбина Нигматулина уже давно сделала свой выбор. У ВУЗа есть собственная звукозаписывающая студия. И это точно не помешает ей учебе. Это, конечно, положительно влияет, потому что учителя многие видят, что ребята стараются, ребята выступают и, конечно, их отмечают. И какие-то, может быть, поощрительные мероприятия иногда бывают. Самое лучшее поощрение – это, конечно же, награда и возможность показать себе на большой сцене. В копилке танцоров ансамбля «Саяр» несколько призовых наград. В ВУЗе ребята не только получили возможность рассказать о своем таланте, но и стать настоящими артистами. Мы участвуем во всех международных конкурсах. Мы побывали в Болгарии, Эстонии, в городе Санкт-Петербург. И надеюсь, что будем продолжать так же ездить. Творческую мощь ВУЗа успели оценить знакомые персоны города и знаменитости страны. Вот, например, мэр города Василь Шихразиев не просто в гостях у диджеев студенческого радио «Ура», но вместе с ними в прямом эфире. Это дуэт по-братски. У нас сегодня интересный гость. Мэр города Набережной Челны Василь Гаязович Шихразиев. Здравствуйте, Василь Гаязович. Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья. Студенческое радио ничем не отличить от городского эфирного радио. Известные гости – лица, которые знают миллионы. Поэтому эта студия часто становится местом съемок телесюжетов и интервью. Если бы в свое время не придумали игру «Что, где, когда», где бы вы реализовали свои интеллектуальные способности? Их, кстати, тоже снимают, выпускают и монтируют студенты КФУ. Некоторые из них успели показаться на телеэкране. Всем привет. Вы смотрите самую молодежную программу. Твое, мое, наше. Один фикс. Поехали. Набережная Челнинский институт – настоящая творческая лаборатория. И для некоторых студентов это уже и практика. Челнинский институт КФУ дал возможность студентам проявить себя в полной мере. Это были студенческие новости Казанского федерального университета. Увидимся завтра в это же время. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова